Приветствую всех друзей, с вами снова Халлакс и сегодня у нас будет небольшой подкаст. Поздравляю записать его без ЭБМ и, ну не то чтобы одним дублем, понятно я его нарежу, будем разбирать различные темы. Сначала поговорим об игре. Прошло 7 дней с выхода игры и у нас есть очень-очень много чего можно обсудить, поэтому такой формат, я думаю, будет достаточно полезен. Во-первых, хотелось бы сказать, что за 160 игр я апнул максимальный ранг в игре. Там дальше идут звезды, еще какие-то дивизионы, еще какие-то дополнительные награды, но до максимального ранга дойти можно и это в принципе не суперсложно. То есть максимальный ранг капается. Это первый момент, который хотел бы обсудить. Также давайте поговорим об оптимизации. Разработчики, во-первых, пытаются выводить патчи. Ну понятно, что игра вышла и у нас было огромное количество проблем на выходе. Эти проблемы заключались как с серверами, так с подбором, с локализацией. Триллион проблем и у нас выходят патчи первого дня, так называемые, которые потихоньку-потихоньку фиксят все проблемы. Сегодня мы обсудим огромное количество нюансов. Поговорим о ботах в играх, поговорим о влиянии Аркана, доната в игре, про продвижение игры от разработчиков. Поговорим, обсудим предстоящий турнир и как можно перенести и можно будет ли перенести аккаунт с Гонконга на СНГ регион. Точнее, не как, а можно ли будет. Обсудим также этот момент. Ну еще какие-то, возможно, нюансы и темы я затрону. Приятного прослушивания. И на фоне, скорее всего, нарежу вам геймплей луны, джинкс, моих стримов, именно файтовый геймплей, чтобы у вас фокус внимания тоже был на экране. Приятного прослушивания, друзья. Друзья, если вы не знаете, где можно легко и безопасно, а главное дешево пополнить игровую валюту, для вас есть SkyShopMarket, где можно купить токены на аккаунт по ID. Через этот сайт также можно задонатить такие игры, как League of Legends File Rift, Mobile Legends и многие другие. Для того, чтобы задонатить, выбираете игру, у нас в Honor of Kings, затем выбираете нужное вам количество токенов, вводите свои ID аккаунта. Токены приходят в течение 5-15 минут. Ссылочка на магазин будет в описании под видео. Ну, для начала давайте поговорим о том, насколько быстро можно купить все герои в игре. Этот вопрос, на самом деле, интересовал огромное количество людей на старте игры, когда она еще была бета-тестирование. Все-таки, блин, а как долго я буду гриндить этих героев, или же там много. Сейчас у нас, по-моему, 70 с чем-то, 70 плюс героев на нашем сервере. Также, кстати, обсудим героев, которые недоступны для вас, для тех, кто на бразильском клиенте, на самом деле, зарегистрирован. И я все расскажу, всю историю, почему вы так зарегистрированы на бразильском клиенте. Ну вот, за 6 дней активной игры, сегодня 28 число, но сегодня я не играл, сегодня утро, сейчас утро, по крайней мере. Вот, и вчера я тоже, на самом деле, активно не играл. Я купил 42 чемпионов. Как это можно быстро и легко сделать? Вы просто в каждой активности в игре участвуете. То есть, у них там триллион ивентов, триллион всяких кодов подарочных. Вы, если активный игрок в комьюнити, вы буквально за полмесяца, я думаю, уже все героев себе купите. Да, понятно, я там еще донатил, крутил рулеточки, по итогу там получил чемпионов, фрагменты получил, купил еще за фрагменты героев. Но я думаю, уже у каждого активного игрока по 30 плюс чемпионов есть. Это первый момент. Второй момент, хотел бы сказать, что не всех их получается использовать, если вы очень быстро доходите до ранга. Допустим, Алмаз. То есть, если вы доходите до Алмаза с винрейтом 90, играя не на разных чемпионах, а на одном и том же, то у вас по факту эти герои будут закрыты. То есть, они странно сделали, что в первом, точнее, для нас в нулевом сезоне, это нулевой сезон у нас должен идти, хотя показывают в игре четвертый, потому что не знаю почему. А вот, в нулевом сезоне они решили запустить такую систему, что на ранге у тебя заблокированы герои, у которых у тебя нет мастерства. Почему так сделано? Не знаю. По итогу, допустим, меня филит на линию какую-то, меня филит. Надо, как статья, про автофилы отдельный разговор. Автофилы очень редкие в игре. То есть, меня филит на ДК, на которых я, допустим, почти не наиграл. И что мне делать? Мне приходится пикать, ну там, двух-трех чемпионов у меня по факту доступны. Они, на самом деле, больше открыты. То есть, они героев легких изначально дают доступными в ранге, даже если у вас на них нет мастерства. А герои, которые посложнее считаются с высоким уровнем сложности, у них отдельная отметочка. Вас предупреждают в пике, что этот герой сложный, и типа надо на нем наиграть. Они недоступны. Хотя, на самом деле, ну, хотелось бы и на них поиграть, потому что контр-пикать тоже очень важно в играх. Ну, с течением сезонов вы наиграете на разных героях, у вас будут все герои доступны в ранге, но пока это выглядит неприятно достаточно. Я бы сделал немного по-другому, но право разработчиков. Также, друзья, сейчас все герои в игре доступны до ранга алмаз, если вы доходите, да, вам не обязательно их покупать, чтобы пикать в рейтинг. Это сделано грамотно, это сделано хорошо, можно посмотреть огромное количество героев, поиграть на всех и, ну, разобраться с механиками. Это круто, ребята, молодцы, чтобы придумали такую вещь. Теперь же давайте отдельно обсудим ботов в играх. Да, если что, боты в играх присутствуют. Это сделано специально, я думаю, в начальных сезонах. Это будет активно продвигаться, потом, когда уже ранги сбалансируются, ботов не будет. То есть, это сделано так. В том же Wild Rift я пришел с Wild Rift, в нулевом сезоне Mobile Legends я, к сожалению, не играл. Я начал, по-моему, с третьего или с четвертого сезона в него играть в Moblu, да? Но в нулевом сезоне, по крайней мере, Wild Rift уже на ранге изумруд, у тебя банально не искал игры. У тебя был подбор 30 минут, если ты быстро Apple Rang, и не было, не было соперников, банально. То есть, люди не могли найти игры. И тут возникает дилемма, что лучше? Не находить игры по 40 минут, и не играть в рейсинг. И или играть с ботами. То есть, обычно бывает так. Ботов автофилит на позиции, которых не хватает на таких рангах. Допустим, тех же саппорт. Саппортом, очевидно, сложнее запаться, если они соло играют, на ранге повыше. К итогу, у вас бывает так, что 4 человека с одной команды, и один бот на саппорте. И 4 человека с другой команды, где также бот на саппорте. Хорошо ли это или плохо, решайте сами. Большое количество ботов я не встречал, только на высоком ранге у меня бывало такое, что да, за меня 4 бота, и против меня 4 бота, и один чувак. Такие игры бывали, они бывали редко. Ну, это игры просто размяться, отдохнуть, скажем так. То есть, твоя задача просто убивать одного вражеского героя, который человек. Но на самом деле боты здесь супер высокого уровня, кто уже играл на высоких рангах против ботов. Понятно, на каком-то золоте боты будут полегче. То есть, сама ротация, сами прожатие кнопок ботов здесь очень-очень сильные. В общем, лично я не считаю ботов огромной проблемой. Да, неприятно, что такая мысль, что ты играешь против ботов, возникает у тебя. Но, что поделать, лучше, по моему мнению, играть с ботами или против ботов, чем вообще не играть, сидеть в подборе по полтысячи лет. А также вопрос очень сильно волновал у людей еще до выхода игры, насколько сильно влияют арканы и донаты в играх. Ну, во-первых, скажу так, арканы влияют и имеют большое влияние. Но арканы влияют на первой минуте, во-первых, игры. Первая, вторая, третья минуты игры. А во-вторых, они вкачиваются за две игры на любом чемпионе. То есть, вы две игры сыграли, у вас максимальные арканы. Они начинаются со 110 уровня, и за две игры они у вас автоматически на каждом чемпионе апаются до 150 уровня. Это супер, получается, невлиятельная механика. И также еще были вопросы про донат скины. То есть, донат скины давали плюс 5, плюс 10 атаки, когда у вас там 1000 атаки. Не суть. Они сделали так, что скины, их статистики, то есть, статы, которые даются, от скинов, вообще не даются в ранге. То есть, они влияют только в обычке. Поэтому, я думаю, этот гешталь, так скажем, закрыт. И вопросов по поводу арканы и доната больше нет. Влияние доната и аркан в игру абсолютно никакого. Единственный момент, ну, то есть, дисбаланс не вносит. Единственный момент, если вы умеете грамотно арканами распоряжаться и подстраивать их под свои билды, тогда да. Сделаю отдельный гайд обязательно по арканам. Пишите, если вам это интересно будет смотреть, кто хочет в этом разобраться. Размерем, какие арканы стоит брать, на какие герои и так далее, и так далее. И в каких ситуациях, в каких сборках. В общем, влияние доната и аркан, который бы вносил дисбаланс, его просто нет. Также у нас, друзья, будет турнир, который будет на призовой общий фонд 15 миллионов долларов. Но для юг региона в данный момент первый инвитейшнл, он называется, будет проводиться на миллион долларов суммарного фонда. Я могу ошибаться, опять же, это не суть важная. Эти призовые не наша проблема. В общем, суть в чем. Первый турнир для всех регионов был по инвайтам. Эту тему я хочу обсудить чуть дольше, поэтому тут будет больше эканье-мэканье, извиняюсь за рене. То есть, первый турнир по инвайтам, что это означает? Команды не проходили отборочные. Команды просто взяли какие-то организации и с разных регионов их подписали, сказали, чуваки, вот вам играете. То есть, взяли у нас команду казахов с Mobile Legends. Взяли команду турков, взяли команду с Бразилии и так далее. Хотелось бы сказать про дисбаланс и то, что я недоволен заранее форматом проведения турнира. В каком плане? Подписать команды на первый турнир в плане продакшена и рекламного движения, это очень круто. И тут вопросов у меня в принципе нет. То, что это инвитейшнл, окей. Я не киберспортмен, меня это не волнует. Я в этом не буду участвовать. Я буду участвовать в этом как комментатор, да. Но, возникает вопрос. Почему команде из Казахстана нашей, у которых крутой тренер, то есть, там, собрали нормальный стак, крутого тренера взяли. У них меньше времени, насколько я знаю, насколько я буду информацией, потренироваться в игре. Им просто банально позже дали доступ. Позже их подписали, позже дали поиграть в игру, и по итогу чуваки будут заранее в минусе. Та же команда с Бразилии участвует. Команда с Бразилии, в Бразилии игра есть уже более года. То есть, ну, это дисбаланс получается. То есть, чуваки будут играть против команд, которые уже, против стаков, которые уже более года. В этом всем движении, я так понял, команд с других регионов, с Турции и так далее, там подобное, также заранее подписали и дали им играть в игру правильно. А у нас команда банально позже запустилась, позже начала тренироваться, позже начали изучать игру. И, понятно, если меньше времени, у вас будет меньше шансов выиграть. Вы, даже если сыгранный стак, банально еще не все механики игры изучили и знаете. У вас меньше будет пример забрать какие-то китайские турниры. В общем, выглядит это как-то дисбаланса. Обязательно буду комментировать, возможно, даже как официальное лицо, буду комментировать на своем канале турнир уже с 2-го числа, если не ошибаюсь. Поэтому обязательно приходите на стрим. Но вот вопрос, конечно, остается открытым. Болеть мы будем за команду Казахстана. Но почему так? Почему дисбаланс? Как будто бы немного несчестно. Меня этот вопрос, если честно, волнует. Я хотел бы, чтобы все команды были на равном уровне игры. Допустим, ту же команду с Бразилии. Кинуть в какой-то другой регион, где люди тоже уже играют подольше. Либо, я не знаю, как это можно провести, но можно было бы провести по-другому. В общем, странный, странный немного момент. И здесь я не согласен с форматом проведения. Точнее, с форматом согласен, что это инвитэшнл турнир. А с тем, как это проводится. То есть, просто чувакам дали позже доступ. Ладно, не буду мусорить эту тему долго. Давайте перейдем к следующему моменту, который я хотел бы обсудить. И теперь давайте обсудим то, что у вас стоит Гонконг-регион. И почему у вас пишут в рейтинге, что некоторые герои недоступны. Давайте начнем с далека. Зайду, скажем так. Изначально, когда создавал сервер Бразилии, разработчики знали, что чуваки с Азии захотят попробовать игру. То есть, не их версию, а там какую-то начальную. Захотят поиграть, очевидно скачают ее. И чтобы не кидало к бразильцам азиатов, они сделали для азиатов отдельный сервер под названием Гонконг, куда при скачивании азиат всегда попадал. А чуваки с Бразилии попадали на свой сервер, у них свой ладер и все там подобное. И так как мы, чуваки, извне, мы также попадали, когда еще играли на бод-тестирование, на Гонконг. Вот такой момент. Во-первых, у них больше героев, потому что Гонконг клиент напрямую подвязан к бразильскому клиенту. То есть, их прогрессия в игре, их ивенты, все завязаны на бразильском клиенте. Где на данный момент на 6 чемпионов больше. У нас на сервере наш клиент вышел как будто бы обновленным, нулевым, да? То есть, как и выходило от Бразилии на старте, у нас на 6 героев меньше. Эти героев со временем добавят, должны добавить их в очень скором времени. Но если вы сейчас на Гонконгском клиенте, то у вас эти герои, очевидно, в рейтинге будут недоступны, если вы попадаете с игроками нашего сервера. Потому что у нас их банально нет. Поэтому вам пишут, что их пикнуть нельзя. Также большое количество скинов нет. Их тоже со временем добавят. И будут региональные скины отдельные для нас. Вот. Такой момент. Еще некоторых кидает, даже если уже скачивают они клиент игры, после выхода на Гонконга сервер. Как это пофиксить? Во-первых, вы можете поставить аккаунт своего Google Play или iOS, маркета своего, да, на Беларусь, Казахстан, и ему подобный регион. На Беларусь, я слышал, лучше всего ставить, и тогда вас будет кидать на этот отдельный регион. Ну, вообще, какая разница в том, что у вас стоит Гонконга сервер, да? Клиент Гонконга. Пинг у вас будет нормальный, играть вы сможете. У вас будут только недоступны эти 6 чемпионов, которые в скором времени у нас выйдут, и вы все равно сможете и пикать. И у вас будет недоступен ладдер, так сказать, ну, таблица рейтинга. То есть вы не сможете посмотреть, кто у нас в Асанго-регионе в топе, и участвовать в этом топе. У вас будет ваш топ героев, рейтинга, скинов, там, еще каких-то моментов, подвязан к общему серверу Гонконга, где все страны, у которых нет серверов, на данный момент находятся. На этом все, друзья, спасибо за просмотр. С вами был Хаулакс. Если вам понравился подкаст и в целом такой формат разговорный, он не особо сложный для записи, просто болтовня и нарезать на фоне игры не так сложно, в общем. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарий. До новых встреч, всем удачи, всем пока.